Привет, с вами Sawyer, это Sawyer Talks, и сегодня мы поговорим про сервис-ориентированный подход. Вообще, этот разговор родился после моего повторного прочтения книги «Чистая архитектура». Я читал ее очень давно до этого, и вот тут заглянул буквально просто посмотреть, какие вещи мне там задавали вопросы. И вместо того, чтобы посмотреть, я как-то ее за несколько часов прочитал. И как-то, видимо, в прошлое мое прочтение мне по глазам не ударило тот факт, что Роберт Мартин достаточно поверхностно и, на мой взгляд, не совсем справедливо осудил микросервисную и сервисную архитектуру, сказав, что на самом деле уровень зацепления там все равно остается высокий. Он привел пример, при котором в какой-то вымышленной системе у нас есть несколько сервисов. Эти сервисы сильно зацеплены друг на друга, и поэтому изменение в одном сервисе по модели данных влечет изменение других сервисов. И так как я очень много работал с сервис-ориентированной архитектурой и интерпрайз-архитектурой, там это один из основных подходов, у меня есть понимание того, как проектируются сервисные архитектуры. И в данном случае, на мой взгляд, приведенный пример – это просто попытка размазать монолит по серверам, а не по сервисам. И в чем, в моем понимании, разница, я вот в этом видео хочу рассказать. Я ни в коем случае не критикую, не опровергаю то, что сказано в чистой архитектуре, потому что это одна из лучших книг для новичков по архитектуре, именно для того, чтобы начать понимать хоть какие-то вещи. Я лишь хочу выразить свое мнение, а вы уже сами там решите, имеет оно право на существование или нет. Окей, ну давайте вот самого главного. Что такое сервис? Определение, как всегда, решает. Для меня сервис – это удаленная служба, которая работает по жесткому протоколу, выполняет функции, на нее наложенные, и обеспечивает слабое зацепление с вашим приложением. То есть служба, которая вынесена вовне вашего приложения и выполняет какую-то свою роль. И здесь есть много нюансов, которые сервис перестают делать сервисом. То есть не любой сервер, несмотря на то, что любой сервер вынесен, является удаленной службой, даже если он развернут локально на одной машине, все равно там через loopback, через localhost идет взаимодействие, и положение сервиса, оно прозрачно. То есть даже если оно на этой машине, вы его всегда можете вынести на другую машину. И вот здесь нюанс в слабом зацеплении. Не любая связь обеспечивает слабое зацепление. И здесь же проходит разница между сервером, хотя любой сервис – это сервер в клиент-серверной архитектуре, но не любой сервер – это сервис. Все дело в том, что сервер обеспечивает, как правило, сильное зацепление. Что значит сильное зацепление? Сильное зацепление значит то, что сервис знает или зависит от той модели данных, которая есть в вашем приложении, и, соответственно, такое сильное зацепление и было приведено в книге «Чистая архитектура». Но это сильное зацепление одновременно и противоречит определению сервиса, который должен обеспечивать слабое зацепление. Поэтому такой сервис просто становится кусочком вашего монолита или кусочком вашей логики, службы, которая выносится вовне для распределения нагрузки, но не становится сервисом. Значит, как понять, слабое зацепление или сильное зацепление? Но давайте сначала вот некоторые тезисы, которые, на мой взгляд, очень хорошо показывают разницу. Значит, сервис, если мы выносим какую-то службу вовне и начинаем говорить, является ли она сервисом. Первое. Служба будет являться сервисом, во-первых, если она будет обеспечивать какую-то логику, необходимую для вашего приложения. Во-вторых, она будет обеспечивать возврат ошибки в случае, если она не может выполнить эту логику. Это общая с сервером. Но есть еще третье условие. Сервис может отказать вам в обслуживании. А вот сервер или ваша вынесенная служба, которая является частью вашего приложения, не может, так как она является частью приложения, и вы на нее возлагаете какую-то ответственность. И вот возможность отказаться, ну, например, сказать, слишком много подключений, да, это отличительная особенность именно службы, которая является сервисом. Если вы посмотрите на реальную жизнь, представьте, что вы какая-то компания, которая занимается бизнесом, и рассылаете ваши продукты, которые вы продаете по почте. Так вот, почта для вас является сервисом. Она может вам отказать в обслуживании, если, допустим, вы передаете груз, который она не может транспортировать, либо еще какие-то нарушаете требования транспортировки, она может вам отказать. И тогда вы пойдете искать другой сервис для ваших задач, который сможет реализовать. Но основная особенность сервиса – это возможность отказаться от выполнения обязательств. И это обеспечивает слабое зацепление, потому что если вы понимаете, что сервис вам может отказать, соответственно, вы проектируете на основе тех сервисов, на тех сторонних службах, которые обеспечивают вам необходимый уровень надежности, и вы их можете менять. Это и есть следствие слабого зацепления. То есть возможность достаточно просто заменить, соблюдая протокол нового сервиса. Если вы отказываете сервису возможности вам отказать, ну, значит, это уже очень сильная связь, и это уже никак не тянет на слабое зацепление. Еще одна особенность сервиса заключается в том, что сервис может обеспечивать не только ваше приложение. То есть настоящий сервис, он достаточно абстрактивный, иначе слабое зацепление вы тоже никак не обеспечиваете для того, чтобы обеспечивать и другие приложения по схожим задачам. И в интерпрайз-приложениях, естественно, один сервис редко когда обслуживает только одного клиента. Тут мне что-то пишут активно. Сейчас звук выключим. Так вот, и это вторая особенность. Если к вашему сервису может подключаться только ваше приложение, это опять же просто вынесенная служба, которая обеспечивает сильное зацепление, и сервисом ее не стоит называть. Пример сервиса — это, как ни странно, СУБД. Вот, казалось бы, СУБД, она завязана на вашу логику, завязана на вас и обеспечивает сильное зацепление. На самом деле нет. СУБД вынесена в отдельную службу, она может находиться на удаленной машине или локально через лупбек к ней обращения не осуществляется. СУБД обеспечивает вам четкий интерфейс взаимодействия, и СУБД слабо зацеплена на вашу логику. Потому что, например, одна и та же СУБД, это не секрет, может обслуживать несколько приложений. И для того, чтобы взаимодействовать с СУБД, у нас есть SQL, который декларативен, и тем самым у нас СУБД гарантирует слабое зацепление на вашу логику. Она может обслуживать абсолютно любую логику в рамках своих возможностей. И вот в этом смысле, если вы посмотрите на свою разработку, вы наверняка хотя бы на одном проекте использовали систему управления базой данных. И фишечка в том, что вы ее используете, не разрабатывая саму СУБД. У вас есть какая-то определенная версия СУБД, вы ее используете. И когда у вас что-то меняется в логике, вы не меняете саму СУБД. Максимум, что вы меняете схему. Опять же, схему вы меняете через интерфейс, который вам предоставляется СУБД. А есть такие системы управления базой данных, которые схему-то не используют, которые могут принять все, что угодно. И здесь мы приходим к одному из основных способов потребления сервисов. Это инкапсуляция в некий контейнер. То есть, на самом деле, СУБД ничего не знает о семантике ваших данных, которые вы туда помещаете. И это есть, по сути, инкапсуляция и сокрытие. То есть, у нее есть требования только к контейнеру, который должен быть представлен неким пакетом, который можно выполнить согласно логике сервиса. А что там внутри этого пакета, что внутри этого контейнера, значения не имеет. Те данные, которые вы предоставите, семантика этих данных, не влияет на СУБД. Это вот как раз еще одно следствие слабого зацепления. Вы через декларативный язык SQL, либо через какие-то другие способы управления СУБД, можете делать что угодно, и сильного зацепления нет. И, соответственно, вы выносите достаточно сложную логику управления данными, их репликацией, их хранения и резервирования. Вне своего приложения обеспечиваете в этом сервисе возможность подключаться к других приложениям, и работать как изолированно, так и совместно. Решаете вопросы совместного доступа, опять же, через эту СУБД. И кучу задач себя снимаете за счет того, что у вас слабое зацепление, и огромный функционал у этого сервиса. И вот по этому принципу строятся и другие сервисы. У вас может быть сервис Active Directory, который обеспечивает многих клиентов. У вас могут быть сервисы операционной системы. У вас могут быть почтовые сервисы или сервисы очередей. И это все будут сервисы, потому что они ложатся на ту логику, которую я писал выше. Но как только вы пытаетесь свою логику разбить просто в виде нескольких служб, которые вы носите отдельно, и которые по определенному протоколу остаются в такой же сильной связи, это не сервисы. Кстати, с микросервисами немножко другая ситуация. Там и как раз есть отличие в силе зацепления. Поэтому я не буду сейчас говорить. Но именно с позиции сервисного подхода сервис, который сильно зацеплен на логику вашего приложения, является просто вынесенной службой. И, например, удаленный вызов процедур, который делается на сервере, он не является при этом, сервер не является при этом сервисом. Вот. И это важный момент. Значит, понятно, что как только мы попадаем в ситуацию с каким-то сервисом, у нас возникает возможность использовать какие-то фичи нашего сервиса. А также возникает ситуация, что этот сервис обновляется независимо от нас. Это одно из преимуществ другой команды, которая может быть даже не нашей командой. Мы можем потреблять сервис за деньги. То есть мы говорим к какому-то внешнему сервису. Например, Google. Можно мы там твои ресурсы будем потреблять? И, кстати, здесь же сохраняется принцип отказа. Google может в какой-то момент сказать, вы исчерпали свои возможности, отказали. Такой сервис, например, карты может предоставлять. То есть вы понимаете, что все эти сервисы слабо зацеплены, и за счет этого вы должны решать проблемы и нести риски самостоятельно. Это особенно сервис. Так вот, и в связи с этим получается, что сервис разрабатывается отдельно, другой командой. Вы не должны синхронизироваться с его разработкой, и возникает естественная необходимость как-то это регулировать. Это делается через версии. И версионность подразумевает, есть семантическое версионирование, когда у нас есть мажорная, минорная версия и патч. И вот если у нас мажорная версия не изменилась, то минор и патч не влияют на обратную совместимость. Соответственно, в рамках одной версии вы можете пользоваться API, как хотите, а новые фичи потреблять по мере возможности. Это еще одна особенность сервиса. И у Роберта Мартина, у дядюшки Боба, было сказано, что, мол, вы все равно должны все сервисы синхронно обновлять. Нет. На самом деле, через версионирование, через фич отоглинг это решается, и все команды начинают двигаться в своем собственном ритме. Да, в каком-то конечном итоге для потребления определенного уровня и предоставления определенного уровня услуги вы должны засинхронизировать свои сервисы, но это просто логично. Иначе зачем вам новую функциональность внедрять, если вы ее не используете. Но бывает и так, что если это сторонняя разработка, сторонняя команда, они новые фичи производят, но вам они не нужны, вы их не потребляете и нормально живете с теми сервисами, которые внедрили и используете. Таким образом, сервис-ориентированная архитектура, основой ее является слабое зацепление. Слабое зацепление возможно только в устойчивых интерфейсах, которые являются внешними в сервисе. Если у вас есть сервис, который просто каждый день меняет свой интерфейс и не обеспечивает версионирование и обратной совместимости, тогда, конечно, возникают вот эти проблемы, связанные с синхронным обновлением, и на самом деле это делает бессмысленным. Такой сервис, это просто перестает такая служба быть сервисом. Поэтому до того момента, пока вы обеспечиваете слабое зацепление, слабое зацепление это когда на сервис завязано ограниченное количество ваших сущностей, и более того, сам сервис ограничен или вообще не зависит от сущности вашей бизнес-логики. Тогда можно слабое зацепление сохранить. Именно слабое зацепление это основной критерий того, что часть вашей функциональности может быть оформлена в виде сервиса, вторая часть заключается в том, что эта же функциональность может быть предоставлена другим приложением в той же абстракции, в той же логике, в которой функционирует сервис. Вот эти две вещи должны совпасть, и тогда вы имеете шанс какую-то часть логики превратить в сервис. Если что-то из этого не совпадает, то вот как раз возникает ситуация, о которой говорит дедушка Боб, когда вы обманываете сами себя, делая распределенное выполнение ваших, распределенную по сути транзакцию ваших данных, и тем самым просто некоторым образом управляете нагрузкой, но никак не управляете на самом деле архитектурным разделением обязанностей, архитектурными границами и так далее. И вот я надеюсь после этого объяснения вы поняли, что сервис это на самом деле очень гибкая штука, но далеко не все может стать сервисом, и пихать все в отдельную службу и называть это сервисом неправильно. Но вот такое мое мнение, если у вас есть что добавить, или вы считаете, что я не прав, пишите в комментариях, обсудим, лучше пишите в телеграм-канал, именно там я отвечаю на вопросы и общаюсь. Всем спасибо, до свидания.